Здравствуйте, уважаемые слушатели Народного университета детства! Рада вас видеть! Сегодня вторник, 26 ноября, второй месяц наших вебинаров. И рада вам зачитать наших сегодняшних спикеров. Это Сапрыкина Ксения из города Челябинска. Она выступит с темой «Проверывание предложенно-поддержанных отношений в грамматическом структурировании у детей дошкольного возраста с ОВЗ». И вторым нашим спикером будет Елена Шмакова из города Братская, Иркутская область. Она выступит с темой «Возможности ИКТ в работе с детьми младшего дошкольного возраста». Напоминаю вам, что если вам нужны сертификаты о прослушанном вебинаре, это можно сделать на нашем сайте. Сейчас я вот на него дам вам ссылочку в группе, в чате. Приглашаю нашего первого спикера, Ксению. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую всех слушателей. Можно даже начинать. Сегодня хочу познакомить со своей темой исследования, которая очень завлекла, заинтересовала. И она звучит так. «Формирование предложенно-поддержанных отношений в грамматическом структурировании у детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно у детей с задержкой психического развития». На сегодняшний день самую распространенную группу детей с ограниченными возможностями здоровья составляют дети с задержкой психического развития. Задержка психического развития рассматривается как вариант психического десантагенеза, которому относятся как в случае замедленного психического развития, так и относительно стойки состояния незрелости, эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной недостаточности, не достигающей умственной отсталости. У детей дошкольного возраста задержка психического развития имеет место несформированность высших психических функций, в том числе пространственное восприятие, пространственные представления, языковых обобщений, которые имеют большое значение в формировании предложенно-поддержанных отношений в грамматическом структурировании. Формирование предложенно-поддержанных отношений у детей дошкольного возраста осуществляется на основе определенного уровня когнитивного развития ребенка. Так, при формировании слова изменения, ребенок прежде всего должен уметь дифференцировать грамматические значения. Так, как прежде чем начать использовать языковую форму, он должен понять, что она означает. И при формировании предложенно-поддержанных отношений в грамматическом структурировании ребенок усваивает сложную систему грамматических закономерностей на основе анализа речи окружающих, выделения общих правил грамматики на практическом уровне, обобщения этих правил и закрепления их собственной речи. Речь ребенка, мы все знаем, формируется под влиянием речи взрослых и зависит от нормального речевого окружения, достаточной речевой практики и от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней жизни ребенка. Речь не является врожденной способностью, а развивается в процессе анкогенеза. Исследования отечественных и зарубежных психологов, лингвистов и психолингвистов доказали, что овладение предложно-поддержанными отношениями в грамматическом структурировании характеризуется формированием языковой системы, основанной на генерализации, анализе и обобщении явлений языка и речи. По мнению Вадима Петровича Блухова, чтобы проследить становление предложно-поддержанных отношений в грамматическом структурировании, необходимо выяснить, на каком этапе речевого развития появляются первые посылки к усвоению их ребенка. Исследователи выделяют разное количество этапов становления речи детей, по-разному их называют, указывают их различные возрастные границы. Но Алексей Николаевич Леонтьев выделяет 4 этапа становления речи детей. Первый – это подготовительный до 1 года, предшкольный до 3 лет, дошкольный до 7 лет от 7 до 17 лет. Становление предложно-поддержанных отношений в грамматическом структурировании происходит на третьем этапе и идет параллельно с развитием словаря. Дети четвертого года жизни пользуются уже речи простыми и сложными предложениями. В среднем предложение состоит из 5-6 слов, согласовывают прилагательные с существительными, в роде, числе, кудеже, существительные с числительными, изменяют слова по числам, родам, лицам, и правильно предъявляют предлоги в речи. В своих работах Елена Викторовна Ковалькина отмечают, что при нормальном развитии речи предлоги появляются после всех знаменательных частей речи. Их появлению предшествует период, когда взаимосвязь между словами выражается только флексиями. Раньше всего появляются предлоги в их первичном значении, то есть обозначении пространственных отношений, которые с развитием речи все больше и больше детализируются. Затем предлоги начинают употребляться в других значениях, времени, цели, причины и так далее. Таким образом, последовательно реализуя закономерности речевого развития, ребенок проходит огромный путь в освоении грамматических средств языка. Сначала он осваивает элементы эффективной системы для выражения синтактических отношений, в дальнейшем переходит к использованию с этой целью служебных слов в обоих союзных частиц. Эта закономерность в усвоении грамматических средств языка подмечалась рядом исследователей, такими как Аркиной, Гвоздевым, Левской, Люблинской и Дмитровой. В работах Леводского, Ананиева, Люблинской, Ильбонина, Экиманской и других отечественных психологов отражена сложившая точка зрения, позволяющая определить процесс формирования приложенно-поддержных отношений как процесс отражения в речи результатов обладения предметной действительностью. Обладение практической ориентировкой в пространстве предшествует появлению в речи ребенка грамматических средств для отражения результатов ориентировки в пространстве и действий с пространственно-ориентированными предметами. То есть сначала ребенок практически овладевает ориентировкой в окружающей действительности, научается выполнять действия с предметами, ориентированными во фронтальном, вертикальном и горизонтальном направлениях, и только после этого в его речи проявляет преднужденно-поддержные отношения, которые отражают ориентировку пространства. Понятие пространственной ориентировки в ходе оценка расположения, размеров, формы, их положения относительно ориентирующего. Определение местоположения субъектов по отношению к окружающему объектам. Локализация окружающих объектов относительно человека, ориентирующего в пространстве. Определение пространственного расположения предметов относительно друг друга. Что же такое пространственные представления? Это деятельность, включающая в себя определение формы, в величине, местоположении и перемещении предметов относительно друг друга и собственного тела, относительно окружающих предметов. Пространственные представления имеют большую роль в взаимодействии человека с окружающей средой, являясь необходимым условием ориентировки в ней, а также в усвоении и использовании предлогов, а затем в предложенных поддержанных отношениях собственной речи. Более глобально последовательность обладения пространственными представлениями в дошкольном детстве можно разделить на два больших блока. Первый – это пространственные представления о взаимоотношении внешних объектов и тела по отношению к собственному телу. Это представление о взаимоотношении внешних объектов и тела и представление о пространственных взаимоотношениях между двумя и более предметами, находящимися в окружающем пространстве. Второй глоб – это вербализация пространственных представлений. То есть проявление пространственных представлений на вербальном уровне соотносится с законами развития движения в антагенезе. Предлоги, обозначающие представление об относительном расположении объектов как по отношению к телу, так и по отношению друг к другу. Появляются в речи ребенка позже, чем такие слова, как «верг», «вниз», «близь», «далеко». Этот уровень является наиболее сложным и поздно формирующимся. Он формируется непосредственно как речевая деятельность, являясь в то же время одной из основных составляющих стиля мышления и собственно когнитивного развития ребенка. Понимание пространственных отношений и связей тоже является важной составляющей психического развития. У детей практическая пространственная ориентировка формируется, по мнению Люблинского, уже на втором году жизни. Это удаленность и местоположение предмета. Дети познают на основе мышечного чувства, к которому присоединяются зрительные ощущения. Функция двигательного анализатора до 3-4 лет оказывается ведущей и обеспечивает появление определенных грамматических средств для отражения пространственной ориентировки в речи. Исследования Анамива, Венгера, Шемякина показали, что в период до 3-х лет ребенок ориентируется на основе чувственной системы отчета, то есть не себе, в схеме собственного тела и различные направления соотносятся с определенными частями тела. На этом этапе грамматические средства формируются в интенсивной речи ребенка. Он начинает ориентироваться в окружающем его пространстве и выполнять действия с предметами, опираясь на понимание грамматических средств языка, отражающих в обращенной к нему речи взрослого, предполагаемые результаты действий в пространстве. Появление в возрасте от 2 до 4 лет ряда предлогов и освоение флексий, необходимых по значению предлога, свидетельствует о качественном изменении системы различных речевых намерений. Так как у ребенка появляется потребность отразить в речи значительно более сложный процесс освоения предметной действительности и пространственной ориентировки дны. Таким образом, появлению в речи предлогов предшествует сложная работа по перцентильному освоению практической ориентировки пространства и овладении системой отчета при оценке местоположения предмета среди других и по отношению к самому ребенку. Сначала ребенок практически овладевает ориентировкой в окружающей действительности, научается чувствовать себя в пространстве, выполнять действия с предметами, ориентированными во фронтальном, вертикальном и горизонтальном направлении. Затем ребенок, научившись выделять и использовать лекцию, к 3-4 годам будет предлог, как недостающий элемент для выражения лексико-грамматического значения и без труда научается выражать лексико-грамматические значения с помощью трех языковых элементов. Предлог, лексическая основа, поддержное окончание. Предлоги – это служебные слова, выражающие различные отношения между двумя объектами, между объектами действиями или между объектами признаком состава и словосочетания. В семантике предлогов следы их лексические и грамматические значения. Грамматическое значение предлогов – это их падежные значения, а лексическое значение предлогов – это выражаемые ими отношения. «Падеж» — это словоизменительная лексика грамматической категории имени существительного, в которой системы противопоставленных друг другу падежных форм выражают отношение обозначаемого существительным предметом к другим предметам действиям признаков. Сами падежные формы имени существительных и числительных местными выражают лишь самые общие значения отношения, место, направление, времени, цели и причины, а предлоги же конкретизируют и уточняют эти отношения. Можно утверждать, что падеж с предлогом представляет собой своеобразную целостную единицу значения. Что же такое предложно-падежные отношения? Это не только объединение имени и предлога, но и компонент конструкции, словосочетание, которое состоит из главного слова, чаще всего глаголного, выполняющего роль средства, разрешающего выбор предложно-падежной формы. Иными словами, предложно-падежная форма имени, соединяя с опорным словом, от которого она зависит, является элементом еще более общей синтетической единицы языка, которые вытекают в предложно-падежные отношения. Теленкова выделяет следующие основные типы отношений. Это пространственные отношения, например, подпрыгать с коробки, под между коробками, подпрыгать через коробку. Объектные отношения, например, вспоминать о семье. Временные отношения, например, бывать с утра до вечера. Отношения, лишения, удаления. Все, кроме Антона. Причинные отношения. Благодаря хорошей погоде девочки поехали на озеро. Или мальчик ухаживать за поклонами. Целевые отношения. Поехать на учебу. Брать пошел за сестрой. Попугай летит в клетке. Отношения. Сравнения. Рост там с отца. Попречествую похоже. Отношения о роде. Играть на гитаре. Определительные отношения, например, платье из шелка. Отношения образа действия. Говорить с постойком. Придолженно-поддержанные отношения многочисленны и разнообразны. Они выражают очень широкий круг отношений, что связано с богатством предлогов и разнообразным их значений. Процесс усвоения ребенком придолженно-поддержанных отношений в грамматическом структурировании сложный. Он связан с аналитико-синтетической деятельностью короткого одного мозга. Формирование предложенно-поддержанных отношений в грамматическом структурировании у детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно у детей с задержкой психического развития, характеризуется нарушением как целой системы. Характерным признаком клинической партины большинства детей с ЗПР является сложность речевой патологии, наличие комплекса речевых нарушений, сочетание различных дефектов речи. Поэтому и формирование предложенно-поддержанных отношений в грамматическом структурировании у детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Таким образом, детям старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития недоступно выражение грамматических значений через несколько единиц предлог, лексическая основа, флексия, что приводит к упрощению. Дети смешивают между собой как флексия, так и предлоги. Грамматическое структурирование характеризуется в большем количестве многограмматизмов наркологического характера. У детей дошкольного возраста выявляется существенное отставание в дифференциации пространственных представлений в ингрессивной и экспрессивной речи. У большинства детей имеются нарушения как ингрессивной, так и экспрессивной речи, неполноценность не только спонтанной, но и отреженной речи. И в ходе исследования мы пришли к такому выводу, что формирование предложенных поддержанных отношений к грамматическому структурированию напрямую зависит от уровня сформированности пространственных представлений. Нарушения в понимании категории пространства в дальнейшем и предложенных поддержанных отношений у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития могут быть вызваны нарушениями формирования сложных функциональной системы, отражающие пространство и время и имеющие уровни вертикального строения. Все уровни данной системы формируются в антогенезе постепенно, надстраиваясь один на другим, и каждый последующий уровень включает в себя предыдущие и формируются на их основе. Несформированность даже одного уровня сказывается на дальнейшем наращивании вышележащих уровней и на функционировании всей системы в целом. Семенович выделяет уровни формирования пространственных представлений. Первый уровень – это темно-мышечное чувство. Второй уровень – это самотогнозис, схема тела, то есть пространство, существующее в пределах собственного тела человека и ограниченное им взаимодействие с внешним пространством, от тела. Третий уровень – это метрика и топология, представление о расположении объектов относительного человека, их величине, дальности, близости, расстоянии, углах, пропорциях и так далее. Четвертый уровень – это координатное представление, правое, левое, верхнее и нижнее расположение тела разных объектов и деталей в пространстве. Пятый уровень – это структурно-топатологическое представление, общая принципиальная холостическая схема пространственного строения воспринимаемого мира, включая самого человека, представление о взаимоотношениях и взаимоосвязях разных фрагментов любого объекта или нескольких объектов. Шестой уровень – это проекционное представление, вербальное и концептуальное обозначение пространства, позволяющее манипулировать с ним в абстрактном плане. И седьмой уровень – это стратегия когнитивности личности, целостная, холеститическая, фрагментарная или фоантичная, полизависимая или полинезависимая. Я поглощаю пространство, мир и пространство, мир поглощает на мир. Если брать во внимание, что пространственные представления формируются в строгом порядке, то необходимо понимать, на каком уровне произошел сбой в развитии для определения исходной точки и объема работы с базовыми составляющими для дальнейшего экономичного формирования развития ребенка. Это даст возможность реально определить зону ближайшего развития и привязать ее границы между уже созревшими и еще созревающими процессами в соответствии с предположениями два семеночного воздуха. Ведь полноценное развитие пространственных представлений обеспечивает в дальнейшем правильное формирование предложенно-поддержанных отношений в драматическом структурировании. Исходя из этого, мы разработали модель коррекции пространственных представлений предложенно-поддержанных отношений. И он включает, эта модель включает четыре уровня. Первый – это самотагнозис схемы тела, то есть пространственные представления о собственном теле. Это перцептивные ощущения, тактильные ощущения, ощущения внутреннего мира. Второй уровень – это пространственные представления обзаноотношения внешних объектов и тела. Сюда входят эпидемиологические представления, координатные и метрические. Третий уровень – это представления о пространственных взаимоотношениях между несколькими предметами в окружающем пространстве. Сюда входят структурно-эпидемиологические представления и традиционные представления. И четвертый уровень – это вербализация пространственных представлений в интенсивной и экспрессивной речи. Спасибо. Спасибо большое за презентацию. А где вы будете представлять эту программу? Пока в городе Челябинск, пока на базе университета педагогического, а там дальше посмотрим, насколько она будет актуальна, насколько она будет интересна. Понятно. Коллеги, вы можете задавать свои вопросы в чате. Вот пока коллеги формируют свои вопросы и пишут, расскажите, пожалуйста, про сад, где вы работаете. Я работаю в детском саду города Челябинска, номер 350. У нас в детском саду 12 групп, из них 2 группы, садежка психического развития. Я работаю с домом-магопедом. Ну, то есть вот эту программу вы опробуете на своих учениках? Эта программа уже опробована, и она принесла очень хорошие, в принципе, результаты. Ну, и вот мы сейчас ее немножко, конечно, корректируем, поработаем. И Рина пишет, хотелось бы увидеть побольше практики. Да, я тоже думала об этом, но пока вот теория, чтобы люди понимали, практика, она будет немножко позже, и она будет расписана как раз-таки в этой программе. Но если говорить о практике, то вот эта модель коррекции, то, в принципе, вот по этим уровням мы работали, и более детально, конечно, можно было, наверное, разобрать эти все понятия, непонятные для кого-то, чтобы более было понятно. Наталья спрашивает, а какой у вас стаж в работе? Так, ну, стаж у меня в работе 9-й год. Так, Татьяна спрашивает, а родителей знакомите с этой программой? Да, родители мы не то, что знакомим с программой, у нас был такой интересный проект в конце учебного года предыдущего. Мы совместно с родителями и детьми создавали такие мини-проекты, когда мы познакомили детей с пространственными представлениями, и дети начали ориентироваться в пространстве, они изучили все предлоги, начали грамотно составлять и можно поддерживать конструкции. У них было такое задание в домашних условиях на улице фотографировать и обозначать, например, ребенок под столом, ребенок за столом, и потом эти проекты на таком мини-собрании мы вставляли, то есть дети сами защищали, родители присутствовали, то есть было очень интересно, и у детей очень прям так закрепились эти все понятия, над которыми мы, в принципе, работали в течение года. Татьяна спрашивает, на каком интернет-источнике можно посмотреть практически материалы? К сожалению, нет. В будущем, может быть. Пока такого источника нет, мы когда начинали работать над этой темой, очень много, конечно, материала на просторах интернета, но мы пришли к такому выводу, что структурировано материало, вот поэтапно, конечно же, его нет. Но этот материал будет, я думаю, что на моем блоге, если зайти на сайт детского сада номер 350 города Челябинска, в разделе «Блоги» можно найти блог с учителем логопеда с апрекемой Ксенией Сергеевной, и в дальнейшем он там обязательно появится. А вы не можете... А, ну это надо зайти на сайт садика, и как дальше? Да, в разделе «Блоги». Я думаю, может быть, потом просто мы под видео дадим ссылку на ваш блог. Да, можно. Чтобы это можно найти. Ну, тема достаточно такая, она специфичная, поэтому может сразу и возникнуть, когда уже работать, начинаешь с этим, и когда начинаешь понимать, что одно из другого вытихает, когда будут возникать вопросы, и ты начинаешь, конечно, искать у них ответы. Ирина пишет «Огромное спасибо за теории, но будем с нетерпением ждать практическую часть». Обязательно. Да, ну все начинается с теории. Сначала надо об этом подумать, а потом уже сделать. Да, спасибо вам большое за интересный и сложный, мне кажется, материал. Будем и не изучать. Ваши контакты у нас остаются, будут видны нашим слушателям. А оставайтесь с нами на связи, и до новых встреч. Спасибо большое. Дорогие коллеги, а мы переходим к следующему нашему спикеру. Это Елена Шмакова. Елена расскажет о возможности ИКТ в работе с детьми младшего дошкольного возраста. Здравствуйте, котеньки. Я расскажу о своем опыте использования ИКТ в работе с детьми в младшей группе. Могут ли помочь информационной технологии педагогу, работающим с детьми младшего дошкольного возраста? Но если рассматривать ИКТ только как использование компьютера с детьми, то результат будет неутешительный. Цель выступления – поделиться опытом использования потенциала ИКТ в работе с детьми младшего дошкольного возраста. Сейчас общество развивается стремительно благодаря использованию новых информационно-технических средств, которые представляют современному человеку все больше требований к его профессионализму. Информационно-коммуникационные технологии стали активно применяться и в ДУО. ИКТ дает возможность расширения и использования электронных средств воспитательно-образовательного процесса, так как они передают информацию быстрее. И мультимедийное сопровождение образовательного процесса позволяет детям не только дать наглядные представления о предметах и явлениях, но и развивает восприятие, внимание, наглядно-образное мышление. Интерактивные возможности помогают индивидуализировать обучение, а широта интернет-ресурсов облегчает поиск необходимого наглядного материала. Так как сейчас компьютерные технологии вошли вообще в обиход, то педагогу они помогают и в ведении документации, и в методических разработках, и в создании дидактических игр, каких-то картинок применять с детьми, именно своих, которые сами рисуем, сами делаем. Целью внедрения информационных технологий является создание единого информационного пространства. И поэтому даже в нормативных документах все это прописано. Информатизация детского сада стала необходимой реальностью современного общества. Организация образовательной деятельности с применением информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей. Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не дополнительным довеском в обучении и воспитании, а не отъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающего его качество. Во ВГОС отмечается, что образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, в том числе техническим. И педагогический работник должен знать основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, владеть ИТТ-компетенциями. Задачи, которые решает педагог, это и повышение своего мастерства, и внедрение в совместную деятельность педагога и детей, как раз ИКТ, это дидактические игры и интерактивные игры, и очень хорошо помогает с родителями для повышения их компетенции, и в вопросах воспитания. Вот, помощь в работе педагога, вот можно видеть на слайде, что и электронные библиотеки создаются, и картотеки всевозможные, и сюжетные картинки, и даже лабиринты для мелкой моторики, лэпбуки те же, которые ребенок может спокойно и вместе со взрослым в дальнейшем самостоятельно открывать и рассматривать, играть. Вот пример материала демонстрационного. Как раз мы видим и угадать животных и их детенышей, показать на картинках, чтобы дети наглядно видели, потому что малыши, они не видят, как говорится, все вживую, не могут видеть. А на картинках предоставляем такую возможность. И вот как раз лабиринты, которые я создаю сама в графических редакторах, где дети могут и карандашом, или пальчиком провести простейшую пчелку до улья довести. Или вот такие как раз неваляшки, найди отличия. Ребенок смотрит и делает, называет, какие отличия. Или вот как в презентации, посчитай птичек. Очень детям нравятся интерактивные как раз игры. Да, вот в графических редакторах можно вот такие вот картинки создавать для детей. И, как говорится, для режиссерской игры можно. И для математических каких-то заданий, вот, например, определить геометрическую форму круг. Дети с удовольствием занимаются. Так, вот на примере одной тематической недели можно проследить, что создается календарный тематический план. К нему разрабатываются игры дидактические, интерактивные игры, которые ребенок с удовольствием и сам помогает, и сам разгадает. И для родителей, и брошюры, и материал обязательно создается. Вот эти программы обязательно помогают, если овладеть ими, то педагогу очень нужны, помогают с удовольствием. Работают и в ГИМПе рисуем, и в ВОРДе, как говорится, это документы создаем. В ВОРДе можно и создавать всевозможные картинки, кроссфорды. Но это уже для более старших детей, для маленьких более понятные именно нарисованные картинки, потому что читать-то они как раз и не умеют. Да, вот и классифицируются программы, и системные программы, и прикладные программы, и инструментальные программы всевозможные. Но для педагога лучше всего это прикладные программы, в которых действительно можно работать и создавать свой дидактический материал, свои какие-то наработки. Как раз вот прикладные программы, и в ВОРДе мы пишем и конспекты, и составляем планы. В Excel можно не только делать диагностику, но и тоже, в принципе, со старшими дошкольниками составлять кроссфорды всевозможные. Видео тоже можно создавать с детьми, и потом на каких-то собраниях, на каких-то мероприятиях показывать родителям. Родители очень с удовольствием смотрят и благодарят. Вот у нас недавно прошел День матери, и там создали видео, где дети сами участвовали, как по ролям разбивались и рассказывали что-то, и родители с удовольствием этого видеоматериал посмотрели. Также вот региональный компонент, он очень, как говорится, не очень много материала можно найти, потому что в каждом регионе свои какие-то моменты. У нас, так как мы живем в Иркутской области, наш региональный компонент – это озеро Байкал. Поэтому мне пришлось собрать материалы какие-то именно для малышей, чтобы создала как раз методический продукт. Это и лэпбук, и серию презентаций, в которых дети наглядно видят, кто живет в озере Байкал, что это такое. В общем, вот такой вот интересный комплект. С лэпбуком дети очень хорошо и картинки рассматривают, и дидактические игры играют, особенно им нравится рыбалка. Но как рыбалка, она не просто рыбки, а именно из озера Байкал. И дети, когда играют, они называют название рыб. Это очень интересно для них. Так, вот немножечко назад. Вот сейчас я включу видео, как раз показывающие фрагменты именно занятия с ИКТ, которые мы проводили. Можно посмотреть. «Смотри, смотри, 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 есть птичка. А у нас тоже есть птичка. А у Маши птичка. И у нас тоже есть птичка. А у Маши... И у нас прилетела птичка. Сколько птичек? А у Маши птички. Сколько птичек прилетела? Помогите посчитать. Считаем. Один, два, три. Всего три птички. Мишка, Мишка, я тебе помогу тарелку расставлю. Расставлю тарелку, Маша. Так-так-так, как стоят тарелки у Мишки? Надо правильно поставить. Ребята, и у нас тут тарелочки-то лежат. Посмотрите, какие красивые. Посмотрите, какие. У Мишки тарелочки круглые лежат на полочке. Круглые? Да. Да. Положите круглые вот сюда на полочку. Да. Помогите, Настя. А квадратные? Поставьте. А квадратные, посмотрите. У Мишки стоят в шкафу. И мы положим шкаф вот сюда. Вот сюда положим. Положите квадратный шкаф сюда. А какой формы у нас остались тарелочки? Овальные и трюки. Мы-то свои возложили. А у Маши? Куда вот эту тарелочку поставили? На полку. На полку? Какой формы тарелочка? Квадратная. Где стоят тарелочки квадратные у Мишки? В шкафу. Проверим? Да. Точно. Точно. Да. А это тарелочка. Куда мы ее поставили? На полку. Да. Где Соня? Так. Красавица. Посмотрите-ка Маша улыбается. Помогли Маше. Да. Эх, какая я вся замечательная Сейчас тесто донесем И готов, напекли? Напекла Машенька пирожков Посмотрите Какой формы Машенька пирожки напекла? А еще какой? Круглой Круглой? И треугольной Да, всякие разные пирожки напекла Мишка, разложи пирожки по корзинкам Для бабушки круглые пирожки А для дедушки круглые пирожки В эту корзинку какие пирожки положим? Неугольные А кто? Возьми Я вот неугольник Так, все А теперь это дедушка Дедушка Одна длинная, длинная А другая корзинка Как вы думаете? Посмотрите, у Мишки вопрос По покое быстрее Мишка Зайдет к бабушке и дедушке По какой дороге? По длинной? По длинной? По длинной? Да Или по короткой? По длинной По длинной быстрее дойдет? Да Дима пойдет по короткой А я пойду по длинной Идем, 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 идем Дима уже пришел А я-то нет А я еще иду, 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 иду Кто быстрее дошел? Дима или я? Дима 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 дошел быстрее По какой Дима дорожке шел? По короткой По короткой И Мишка по короткой тоже Попробуй, Соня И дошла По короткой, быстрее дошла Так, дедушка с бабушкой Нас приглашают Пойдем, я тебе Попробуй Какие бабушка любит пирожки? Круглые Круглые Настя, посмотрите Бабушка взяла Круглые пирожки Сколько бабушка взяла пирожков? Один Два Три Четыре Сколько всего пирожков взяла бабушка? Четыре Положите на верхнюю полоску Столько же кружков пирожков Сколько взяла бабушка? Пирожки Сколько, Антонечка, у тебя пирожков на верхней полоске? Сколько? Сколько? Считай Один Два Три Четыре Всего? Четыре Дедушка взял пирожки Сколько дедушка пирожков взял? Один Два Три Четыре Всего Четыре Пирожка Да По сколько взяли пирожков бабушка и дедушка? По четыре Положите столько же пирожков, сколько взял дедушка на нижнюю полоску Ой, а где пирожок-то? Ой Пирожок-то где у бабушки? Бабушка расстроила... Я собаку утащила Собаку утащила пирожок Ты увидела Бабушка-то расстроила Что же нам сделать? Уберите один круглый пирожок у себя На верхней полоске Что же нам сделать? Чтобы у дедушки и у бабушки было поровно пирожков Что нам сделать? Ленечка, как помочь бабушке? Что же сделать? Убрать? А что убрать? Треугольник Треугольник пирожок у дедушки? Да Дедушка действительно сказал Бабушка, ты не переживай И отдал свой пирожок кошке По сколько стало пирожком? Кошечке утащил Дедушка дал кошечке пирожок По сколько стало пирожком? Посчитаем Один, два, три Один, два, три Всего три Треугольника пирожка А у бабушки? Один, два, три Всего три пирожка По сколько пирожков у дедушки и у бабушки? По сколько? По три По три По гостям Пить чай с пирожками А вы знаете Машенька передала Тоже Для вас где-то У нее осталось Да, вот вы посмотрели Интересные моменты Что можно наглядный материал Делать именно в презентации А раздаточный тоже можно самим создать И получатся такие вот интересные занятия с детьми И преимущество работы с родителями как раз Это и работа с консультациями для родителей Создание буклетов Плюс есть сайт, который Есть сайт сада И есть, конечно, у каждой группы своя Как говорится, мини-группа в Вайбере Где родители общаются с нами, между собой И идет, как бы, не всегда утром или вечером можно поговорить о чем-то А через электронные ресурсы можно спокойненько с родителями что-то обсудить И быть всегда с ними на связи Я всегда рада к общению И у меня есть сайт И в сети Сеть работников образования дошкольного И в маме Я есть, как говорится, моя страница Так что На своих ярмарках Мы вот Международные ярмарки, где региональные этапы Мы свои тоже продукты представляем по региональному компоненту И другие Так же, как вот Создание для детей Младшего возраста Создание Интерактивных игр по профессиям Так как детки, они маленькие И профессии Не все они понимают Что это такое Как если мы можем с малышами сходить на экскурсию На кухню Или в прачку То Милиционера или водителя Они уж явно не увидят воочию Поэтому Именно Презентации Интерактивные игры Картинки Помогают Восполнить их Как бы Пробелы Как бы Дать понятие Представления Об этих профессиях Хорошо Давайте тогда Перейдем к вопросам Да Татьяна спрашивает Где можно посмотреть Методические продукты Для детей Сделанные вами Вот в маме Можно Можно Вот вы что переписали Дожденного образования Да Так А работаете ли вы В программах Через интернет Через интернет В программах Да У нас И в Excel Могу И в Word В принципе У нас Так как Сад Продвинутый Более-менее В компьютерах То Есть сетевые Сообщества У нас В городе В которых Мы Учимся Продолжаем Как говорится Повышать Свои Компетенции И Создавать Какие-то Новые Новые Разработки Именно Не только В Word Но и в Excel И С Всевозможными Графическими Редакторами Видеоредакторами Более Углубленно Расширяем Очень интересно Мы С этим Работаем Так Ирина Пишет Хороший опыт Спасибо Татьяна А Татьяна Имела ввиду Программы Для игр Например Learning Apps Нет Это Какие-нибудь Интерактивные Малыши Мы В основном С малышами Именно С помощью PowerPoint Или Видеомонтаж Потому что Пока Таких Мы еще Не освоили Инесса Спрашивает Я коллега Елены Александровны Могу Дополнить Что Недавно Наш Мэпдоу Десу В новом Мирсорах Признан Детским садом С лучшей Образовательной Практикой Соответствующей В ГОСДО По направлению Цифровой Детский сад Эффективный Вектор Развития Имиджа Современной Образовательной Организации Молодцы Здорово Постараемся Стараемся Шагать В ногу Со временем Стараемся Как-то Чтобы Детки Росли Не только Вот Как говорится Советские Картинки Но Современные Создания Именно Свои Картинки Свои Рисунки Не просто Караташом А именно С помощью Компьютерной Графики Чтобы эти Картинки Могли И оживать Тоже Потому что Не всегда Бывает Что найти В интернете Можно что-то Конкретно Тебе Подходящее Поэтому Приходится Самому Создавать Скажите А как часто Вы Используете Это в работе Нет Мы не часто Интерактивные Нет Не часто Потому что Детки Маленькие А вот Дидактические Игры Которые Мы создаем Именно Картинки Да Всегда Постоянно Каждый день Каждый день Детки Играют Именно С дидактическими Играми Которые Мы сами Создали А вы Делитесь Это как-то Между собой В вашем Сообществе Да Конечно Конечно У нас Школы Современного Педагога Где мы Делимся Своими Какими-то Наработками Потом На Всевозможных Этапах Наших Сетевых Сообществ Тоже Очень Потому что У других Тоже Интересные Наработки Когда поделишься Друг с другом Вроде бы Как бы Еще больше Получается Интересного Материала Ирина Пишет Молодцы Здорово А родителей Привлекаете К этой работе? Привлекаем Сейчас Вот у нас Идет Маленький Такой Мини-проектик В младшей Группе Родовое Дерево Где родители Да Создают Приносят Как раз С фотографиями Деток И Свои И вот Мы делаем Специальный Альбом Родовое Дерево Наши группы Это все В электронном виде Они сами Да Привлекаем Они с удовольствием Приносят Потому что Деткам Очень интересно Они Рассматривают Свой альбом И говорят Вот это Моя мама Как ее зовут Это папа Дедушки Бабушки С удовольствием Когда ребенок Видит фотографии Своих близких Ему Ему комфортнее Становится Просто Что вот Здесь есть Что они рядом Это очень интересно То есть вы это Рассматриваете Во время Занятия Нет Это Просто В совместной Деятельности Где детки Могут В принципе И самостоятельно Тоже Садятся И рассматривают Называют И как зовут Мама Это Это в печатном виде Или в электронном В печатном Да Именно Потому что В электронном Деткам Не очень Можно Смотреть Часто На экран А именно В печатном виде Да Это же тоже Получается Электронный ресурс Как говорится Созданный Уже Родителями Так что Очень с удовольствием Да Они подключаются К этому делу Им интересно А вот это вот Радовое дерево Это был какой-то По образцу Все делали Или Каждый Как Нет Это Это полностью Привилегии родителей Как Они Сделают Нам Самим Это уже Интересно Как Они Сделают Это Как Ребенок С удовольствием Вот это Все Разглядывает И Для него Это очень нравится Или дома Просто альбом Посмотрел Или Друзьям Показал А вот это Моя мама А вот это Мой папа А это Дедушки Они очень Любят Хвастаться Очень Вот эти Как раз Фотографиями Так что Вот так Вот мы Немножечко Смолим А вот Подскажите Пожалуйста Вот у вас На видео Было Мало Вот детей Так всегда В группе Нет В группе Больше Просто мы Разбиваем детей По подгруппам Потому что Чтобы им было Комфортней И удобней Чтобы можно было Уделить Каждому Ребенку Время Что-то Подсказать Что-то С ним Индивидуально Сделать У нас По подгруппам Да И нам Тоже Скоро Лекции Или Всей Подгруппой Они Всей группой Не всегда Успеваешь С кем-то Кого-то Особенно Детей Которые Стеснительные Они Не всегда Могут Раскрыться Что-то Сказать Они Застесняются И будут Как говорится Молчать А когда В подгруппе Когда детей Поменьше Им Самим Комфортней Да Конечно Инесса Ваша Коллега Дополняет Что родители Могут Брать Презентации Домой Для Закрепления Материала Что Бывает Актуально Когда Дети Болеют И Ирина Пишет У нас Для родителей Работает Программа Mapa.ru Откуда Родители Узнают Все О жизни Детей В детском Саду Ну У нас Вот Сайт Сада По Каждой Группе Идет Как бы Своё И они С удовольствием Отслеживают Смотрят И занимаются Вот В нашем Саду Например Как я Узнала Что Что бы Не происходило В группе Или где Участвуют Наши Воспитатели Они должны Фотографироваться И выкладывать В инстаграм Ну У нас Вайбере У нас Нет Мы Вайбере Вайбере У нас Группа И что Мы Делаем Мы Фотографируем Выкладываем Сразу Родителям Родители Конечно Очень рады Очень счастливы Видеть Своего Ребенка И мы Стараемся Как бы Чтобы Родители Видели Что И Чем детки Детки Занимаются Что Они Делают Как Реагируют Да Вообще И Вот Мероприятие Конечно Ко дню Матери Мы Делали Вместе Совместно С родителями Родители Были В восторге И Видео Показали С детками И Поиграли Они С детками С удовольствием Потом Нафотографировались Сами И сами В эту группу Вайбери Свои же Фотографии Выставили Очень интересно Им Очень нравится Так что У нас Хорошие Замечательные Родители Которые Помогают Нам В работе Да Отзывчивые Все И у нас Есть даже Традиция Гость группы Когда Родители Приходят И Рассказывают Либо О своей Профессии Либо Просто Поиграют С детками Для них Это так Ладно Так Интересно Да Вот у нас Недавно Мама Тоже была Мама Врач Стоматолог Специально Шила Крокодила Для Того Чтобы Прийти К деткам И Детки Зубными Щетками Чистили Зубки Крокодилу Таким Энтузиазмом Им так Было Интересно И весело Так что Им Маме Понравилось И потом Фотографировали Конечно В группу Вайбере В своей Все родители Конечно Ну как Такое Событие Всем было Интересно И Были Очень Рады А это Родители Сами Выходят С такой Инициативой Или вы Как-то Все-таки Подсказываете Мы Предложили Родителям То что Есть Традиция В группе Что Родители Приходят В группу И Предложили Самим Выбрать Что Они Хотят С детьми Или Что-то Рассказать Показать Родители Откликнулись Да И Мама Приходила Детки С ней Вместе Делали Цветы Орегали Она Хотела С удовольствием Они Потом Эти цветочки Мамам Своим Подарили С удовольствием И к Новому году Тоже Будут Вместе С родителями Помогать Оформлять Группу Так что Это Очень Интересно Ой Да Здорово Что Вместе 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 Именно С родителями Да И родители Очень Откликнулись Им Самим Интересно Что-то Рассказать Не только Своему Ребенку Но и Поделиться С другими Детками Вот Вот Такие Вот У нас Очень Здорово Вас Слушать Так Приятно Столько Всего Интересного И Действительно Полезного Вы Делаете Спасибо Большое Что делитесь С нами Вашим Опытом Спасибо Вам Дорогие Коллеги Спасибо Вам 28 ноября Где Выступит Татьяна Галкина С темой Нейрогимнастика Для Дошкольников И Альфия Махатадзе Использование Игрового Метода Тераплей В Доу Очень Буду ждать Вас Присоединяйтесь К нам В четверг Всего Доброго